Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз здравствуйте, 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 дорогие друзья! Я недавно получил от вас очень много поздравлений на собственный день варенья. Мне 56, но это, разумеется, мелочи 6. И самое главное, одно из ваших поздравлений с днем варенья, пришедшее из одной из стран дальнего зарубежья, я не хочу конкретизировать, из какой. От одной прекрасной дамы я ее вам обязательно еще покажу и расскажу вам лишь как-то подробнее, если вы проявите к ней интерес. Породила некую цепочку мук творчества. Причем эти муки творчества были до такой степени мощным, что ни много ни мало оказались поводом для создания этого видеоматериала. Начинаем по порядку. Есть такой очень-очень-очень популярный российский певец по имени Филипп Киркоров. У него очень-очень много песен. И очень-очень много членов творческой команды, есть много исследователей его творчества, и среди них есть до такой степени придирчивые, которые считают своим священным долгом считать у него плагиат. Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу. И скажу... Год, когда я впервые одну из песен, из чего, одного из ранних концертов услышал, похоже, это было в каком-то транспортном сессе, когда я ехал, ну это, разумеется, ночью жизни. Мне мама тихо говорила, зачем ты очень-очень... У меня как-то зародилось такое маленькое-маленькое-маленькое подозрение, что в эту мелодию я уже где-то слышал, я никак не мог понять где. И вот один вене материалов, посвященный конкретным плагиатам, на которые он не скупился, или члены его команды не скупились, это не важно, относят песню то ли к израильскому исполнителю, соответственно, израильскому авторству, то ли к греческому исполнительству, греческим корням. А между тем, а между тем, как создалось впечатление при первом прослушивании тогда, еще в 90-е, у вашего покорного слуги, эту песню, эту мелодию, он где-то слыхал с экрана каких-то фильмов. Ибо вот эта вот лирически покаятельная песня о том, что мама что-то тихо говорила сыну, имела ассоциацию и имела схожесть на ту мелодию, которую, как мне показалось, я это где-то уже слышал. И то, где я это уже слышал, это были как раз какие-то фильмы, как раз какие-то фильмы, которые затрагивали тему Первой мировой войны, гражданской войны и вообще жизни в Российской империи в начале 20-го века. Все очень интересно. И когда эта прекрасная дама прислала мне поздравления с моим рождением, то я узнал, что эта прекрасная дама очень любит заниматься поисковой работой и в качестве одного из своих материалов для поисковой работы она взяла песню, в основе которой лежит эта самая мелодия. То есть, благодаря поздравлению этой дамы с днём рождения, я вновь услыхал ту мелодию, которую, как мне показалось, я слыхал. Я слыхал когда-то давным-давно, давным-давно, давным-давно в детстве с экрана телевизора. И в этом была глубокая интрига. И вдруг резко выяснилось, что на основу этой мелодии положена одна из самых популярных польских патриотических песен. Более того, чуть ли не любимая польская патриотическая песня Юзефа Пилсуцкого. Весела, правда? И ещё веселее на душе стало, когда вдруг после поисков выяснилось, что, оказывается, эту мелодию, которая легла в основе польской патриотической песни, и которая была неоднократно использована в русскоязычном кинематографе, по тематике начала Первой мировой войны и вообще начала 20 века, оказывается, написал русский композитор по фамилии Томниковский. КОНЕЦ И ещё более глубокая интрига состоит в том, что, оказывается, мы об этом композиторе ничего фактически не знаем. Мелодия называлась «Перед разлукой». Появились куплеты, ну и припев как-то написался автоматически. Там мы первым сабригада и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok «Перед разлукой» «Перед разлукой» Вот так. Вот такую интригу я испытал на день рождения. А насколько правомочны или не насколько неправомочны мои сентенции, мои чувства и переживания и вся моя цепочка воспоминаний судить вам, дорогие зрители, я всего лишь даю кое-что из греческой версии песни, кое-что из еврейской, кое-что из той версии песни, которую пел Киркоров, ну и, разумеется, мелодию Томниковского без польского текста и с таком. Еще раз вам большое спасибо за поздравления. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok